Впервые в Чебоксарах программа «Городские практики» в столичном театре оперы и балета собрались архитекторы из разных регионов страны на двухдневный воркшоп. Как превратить серую городскую застройку в центры притяжения и можно ли из театра сделать космодром? Наталья Мальчикова сегодня познакомилась с проектами будущего. В течение двух дней архитекторы активно генерировали идеи вокруг вот этого здания. Бетон, даже без стекла. Что-то среднее между элеватором и аэропортом. Памятник модернизма, театр оперы и балета. Выдохнуть серый монолит в новую жизнь, не вмешиваясь в привычный ход премьер и репетиции. Задача для тех, кто мыслит глобально, свежо и дерзко. Мы хотим эту башню превратить в такое современное молодежное место встреч, движений, новых интересных проектов. Кафе под открытым небом или экосад на крыше. Вертикальные световые инсталляции как точка протяжения для любителей селфи. Десятки идей от лучших градостроителей, вызывающие и успокаивающие проекты. Театр по-прежнему с вешалки, идеи с мозгового штурма. 35 человек на 4 команды. Одна цель на всех. Я не знал, что есть такое количество неравнодушных людей в Чувашии, так или иначе связанных с архитектурой, с урбанистикой, чьими силами мы можем выработать такие концепции. Концепции были разные, но самое важное, что эти люди давали многие такие провокационные идеи, которые заставили даже нас, другое поколение людей, немного пересмотреть свой ассоциативный ряд по отношению к этому театру. Закрытый и холодный, таким он видится сегодня некоторым архитектором. Александра Малина со своими коллегами два дня ломала голову над тем, как сделать театр центром притяжения не только для тех, кто живет партитурами и клавирами. Нотными партиями и по-теде отличает от фуэте. Мы хотели немножко пофантазировать о будущем театра, о том, какую он роль может играть для города, открыть его для горожан. Такой взрывной какой-то марафон. Нужно было придумывать самое что-то невероятное. Мы смотрели, чего не хватает городу, республике, что мы можем применить в проекте нового. И мы старались посмотреть, конечно же, очень широко, то есть не зацикливать себя на каких-то одних и тех же повторяющихся функциях. Но условно есть театр, к нему можно сделать кафе или каворкинг. Такие какие-то базовые понятные вещи. Результатом масштабной работы организатор отмечает, что образовательная площадка стала не просто местом для обмена опытом. Молодые архитекторы смогли наладить контакты для разработки уже совместных проектов. И это позволит по-новому взглянуть на планы развития городов. Чебоксаров в их списке. Наталья Мальчикова, Павел Рохитин. Республика.